Приветствую друзья! На самом деле LE это уже третье поколение топового стационарного ЦАПа Topping D90, в котором по многочисленным просьбам убрали дорогостоящую лицензию MK и добавили два дополнительных варианта окраса звучания, классический ламповый и транзисторный звук на ваш выбор. В остальном же остался флагманский конвертер ESS ES9038 Pro, USB-чип от XMOS второго поколения, отличный Bluetooth-модуль CSR8675 с поддержкой APTX HD и льдокодеков и, помимо стандартного набора входов, i2s и iES. Одно из лучших решений в своей ценовой категории, о нем сегодня и поговорим. Собственно, поехали! Пришел девайс с довольно крупной и строго оформленной картонной коробкой с наименованием бренда и логотипом пройденной Hi-Res Audio сертификации. В комплект нам положили очень подробную инструкцию, гарантийный талон, пульт дистанционного управления, Bluetooth-антенну, USB-кабель и стандартный уже шнур питания. Непосредственно блок, как и у всех дорогих моделей компании, заботливо встроили в корпус устройства. Выполнен пульт из тактильно приятного матового пластика и ничем не отличается от того, что производитель вкладывает ко всем своим моделям. То есть такое универсальное решение. Из функционала на него вынесли кнопку питания, временное отключение звука MUT, регулировка уровня сигнала, переключение входов и выходов, выбор одного из семи цифровых фильтров, автоотключение, изменение яркости экрана и вход в сокращенное меню, где нам доступны те же фильтры для PCM и DSD потоков раздельно, настройка баланса и самая фишка модели, три режима окраса звучания, без окраса, эффект лампы и эффект транзистора. Что и как они делают, мы с вами рассмотрим в соответствующих разделах данного обзора. Корпус ЦАПа полностью выполнен из металла. Сверх у него красуется целых два логотипа пройденной HRS-аудио сертификации, а снизу он надежно фиксируется на четырех прорезиненных ножках. Из ходов имеем Bluetooth, APTX HD и льдокодеками, i2s, iS и стандартный набор из коаксиала, оптики и USB порта. К выходу же предполагается подключать балансную XLR пару или же классические RCA коннекторы. Тут как вам будет удобнее. Ну и особо хочется отметить наличие физической кнопки отключения питания на задней панели. По моему опыту это просто сверхудобно. Фронтальная часть представляет из себя довольно крупный дисплей, еще одну кнопку включения, она же переключает входы и две раздельные клавиши управления громкостью. И вроде как все нормально, но кнопки там, где по идее должен быть аналоговый регулятор, такое себе решение, хотя тут тоже на вкус и цвет. На главном же экране обычно отображается либо точка, либо пара исхода выхода, параметры текущего аудиопотока и конечно же уровень громкости. Не сказать, что прямо много информации, но вполне достаточно. Для того, чтобы попасть в основное меню устройства, необходимо включить его тумблером на задней панели с одновременно зажатой кнопкой питания. Там нас ждет режим автоотключения, выбор яркости дисплея, режим с фиксированной громкостью, выбор входа по умолчанию, возможность полностью потушить блютуз модуль, PCM и DSD фильтры, несколько настроек для i2s и DSD, направление фазы, переключение с 4 на 5 вольт для XLR, тот самый окрас звука, баланс, сохранение настроек и сброс их до значений по умолчанию. В процессе работы аппарат практически не нагревается, выглядит солидно, да и по габаритам вполне умеренный. По начинке нам известен топовый USB-чип от XMO 2-го поколения, несколько операционных усилителей OPPO 1612, весьма серьезный Qualcomm CSR8675 на блютуз и конечно флагманский конвертер от ESS и ES9038 Pro, что позволяет получить предельные на сегодня параметры для PCM и DSD. На лицензии MQA в данном устройстве было решено сэкономить, да и мало кому этот формат сегодня нужен. По большей части это просто маркетинг. Уверен тем, кто рассматривает этот девайс к покупке, все это давно известно, однако на всякий случай повторю. Данный девайс не имеет выхода для наушников, поэтому их нужно подключать только через соответствующий усилитель. В моем случае использовалось довольно популярное решение на 6 ват мощности SMSL-HO200. Под Windows 10 герой обзора определяется автоматически, однако я рекомендую установить драйверы с официального сайта. Тем самым к стандартным режимам в ESP вы получите еще и профессиональный интерфейс ASIO и поддержку старых версий операционной системы. Обновления прошивки для данной реализации ЦАПа я не нашел, видимо все порешали еще на прошлых ревизиях устройства. Со смартфонами ЦАП тоже работает на всех приложениях и сервисах, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. Ну и незабываемое использование аппарата по Bluetooth. Это конечно далеко не самый качественный вариант передачи сигнала, но без сомнения удобный и очень мобильный. Измерение я проводил 24 бита 96 кГц на АЦП Evanda Cosmos с каждого из имеющихся выходов данного устройства. В результате естественно все показатели не просто в состоянии отлично, а на грани возможностей моего измерительного стенда. То есть идеальная кривая АЧХ, шумовая полка где-то около минус 160 дБ. Прекрасный динамический диапазон. Интермодуляционные искажения на уровне минус 132 дБ, а гармонические на минус 139 дБ с процентным соотношением в четыре сто тысячных процента. На RCA почти то же самое, может чуть-чуть проще, однако с прекрасным разделением и практически идентичными показателями шумов и искажений. Технически превосходное устройство я бы даже сказал идеальное. Ну и отдельно рассмотрим оба случая окраса звучания. При их активации у нас значительно вырастают искажения, но то и понятно. Поскольку в режиме имитации лампы мы имеем вторую и третью гармоники на минус 57 и 110 дБ соответственно, а в случае транзистора на минус 75 и 100 дБ. Напоминаю, это искусственно созданные режимы, предназначенные исключительно для вашего развлечения. По подаче же это максимально прозрачное и естественное звучание без явно выраженного уклона в нейтральность или музыкальность. То есть девайс буквально создан, чтобы вообще ничего не привносить в звучание всего остального тракта. С ним я отчетливо слышу достоинства и недостатки каждого из моих усилителей и акустики. Иными словами, здесь просто кристально чистый звук со всеми необходимыми атрибутами серьезного взрослого устройства. А именно приятной слуху массой, объемом, глубиной и чуть ли не идеальным построением сцены в ширину и глубину. Минус тут на мой взгляд лишь один. У D90 нет собственного ярко выраженного характера. Он как стекло показывает все что есть в записи и не пытается вас как-то развлечь или облагородить подачу. Говоря откровенно, даже два новых режима лишь незначительно ужирняют звук и в случае лампы слегка его замедляют. Однако скоростные показатели здесь настолько высоки, что и это едва ощущается. Следовательно, все будет в большей степени зависеть от вашего усилителя и непосредственно акустики. А уж их САП раскроет в полную меру, будьте в этом уверены. Бас тут хлесткий, глубокий, серединка очень детальная, в меру насыщенная, с уклоном в мониторность и продолжительные, чуть ли не сверх разборчивые верха. Как говорится, просто добавь хорошую акустику. По жанрам никаких ограничений я лично не заметил. САП отработает все. От брутальной тяжелой музыки и экспериментальной электроники, до чего-то академического или джазового. Если вы ценитель максимально возможной прорисовки всего музыкального полотна и кристально чисто естественной подачи, то D90LE это точно ваш выбор. Сам же я, хотя и люблю хороший уклон в музыкальность и лиричность, залип на герой обзором на несколько месяцев. Да, без привычной слуху аналоговой теплоты, но звучит все так, словно происходит прямо рядом с тобой. Из тех случаев, когда музыка прекрасно встраивается в окружающую нас реальность, а не дополняет ее. Что сказать, друзья, невыразимо круто. Серьезный взрослый звук и предельно возможное качество схемотехники. Одно расстраивает нет под рукой специально созданного к нему в пару усилителя. Очень интересно было бы послушать их связки. Из усилителей D90LE прекрасно сыграется как с чем-то быстрым и энергичным, так и мелодичным, или даже ламповым. Лампе он заметно придаст скорости и разборчивости, а у техничных решений слегка подчеркнет основные параметры. С акустикой или наушниками все ровно то же самое. Сравнить его можно, например, с Burson Playmate, где последний гораздо резче и в акустическом смысле злее. Младший топпинг на его фоне слишком уж простый, в том числе и довольно недешевый DX7S. А SMSL со своим DO200 критическим образом отличается по подаче, так что сравнивать их, на мой взгляд, не особо корректно. Предельно честный и взрослый звук, так описать его было бы точнее всего. Подводя итоги, стационарный ЦАП топпинг D90LE очень солидно выглядит. Имеет как обычные, так и балансные выходы. Просто безупречные измерения, множество полезных настроек, включая три вида окраса звучания. Все актуальные типы подключения и конечно же поддержку блютуз с APTX HD и LDAC кодеками. Ну а в качестве сердца устройства здесь трудится флагманский чип от ESS и ES9038 PRO. По подаче же это серьезное взрослое звучание с акцентом на прорисовке каждого из тембров, просто шикарным по скорости и глубине басом, предельно чистыми средними частотами и просто превосходными по уровню разделения верхами. Это решение для тех, кто ценит звук ровно таким, какой он есть, без прикраса и отсебятины. Честный и техничный, за что его собственно и любят. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП топпинг D90LE. Всем добра, подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok